Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром и у нас сегодня с вами рыбный день. В общем, так получилось, что я уже вам рассказывала по поводу того, что в конце марта, в начале апреля у меня было такое, знаете, покупание рыб массовое, ну так скажем. Потому что раньше я никогда не держала аквариум и мне это стало вдруг интересно, потому что мой друг, я вам уже рассказывала, короче, занимается аквариумом. Плюс он мне показал канал Артема, ссылку я тоже не заставлю на него уже второй раз. Он мне показал этот канал и я прям влюбилась в этих рыб, всех серьезно так понравилось. И я вам рассказывала то, что я покупала петуха, рыбу такую, и то, что я потом ездила за город, покупала у человека, который разводит этих рыб. Я у него купила гурами и вместе их потом сажала, тоже вам это рассказывала. Вот, вы знаете, сказанные слова вслух, да, даже в шутку, имейте ввиду, они всегда сбываются, всегда. Вот, я вот уже не раз об этом замечала и не раз уже на это, ну, своего рода напарывала. Короче, как и все молодые люди, ну, мы часто с друзьями гуляем, это нормально, и часто обсуждаем блогеров. Один из наших обсуждаемых блогеров, это был Артем на тот момент, это было начало лета. И я в шутку Жене сказала, я говорю, вот, будет такой момент, типа, вот они у меня, рыбки, разведутся. Я буду так же ходить и рассказывать, снимать видео, как там колотится у меня Артемия, которой я буду кормить мальков, и так далее, и так далее. Короче говоря, ну, мы так похихикали, знаете, ну, просто вот, просто без всякой задней мысли. Я вообще-то, я даже не предполагала, что так будет, серьезно. Потом еще раз над тем, ну, как бы, ну, похихикали, что у меня будет на кухне там, значит, вот эта вот разводится рыба для мальков. Ну, короче говоря, Артемия будет у меня там это, готовиться на кухне булькать и все такое. И я так в шутку, как и Артем говорил, будет колотиться. Вот, ходили-ходили, смеялись, смеялись. И тут что-то был конец июля, и я решила сделать подмену в аквариуме, ну, как обычно. И, знаете, без всякой задней мысли я так вот смотрю-смотрю на стенки аквариума и понимаю, что там что-то шевелится. Причем у меня первая мысль в голову пришла, какая-то фигня у меня, короче, начала жить в аквариуме. Какая-то бактерия там, она развелась, скорее всего. И что с этим делать, я не знаю, а я же плохо вижу. И я так раз присмотрелась, два, три. Потом мне стало интересно, почему он шевелится, его так много. Причем таких количеств много. Я начала обращать на другие стенки аквариума. И они так вот прям крутились, крутились, некоторые не крутились, некоторые просто вот так вот двигались, короче. Думаю, что за фигня вообще, непонятно, короче. Потом я догоняю, что это не какие-то бактерии, это мальки. И что у рыб буквально был нерест там дня два-три назад. Я просто просмотрела, но я же не буду там целыми сутками сидеть, короче, в аквариуме и сидеть, что они там делают. И я поняла, что это жесть, потому что пересаживать их было некуда. Ничего с ними делать, как бы я даже не знала, даже не... Ну, как бы я по видео Артема, я знала, чем их кормить можно. Соответственно, где покупать эту Артемию, чтобы ее потом варить, я тоже не... Ну, просто вообще ничего не знаю. Знаешь, что это такое, когда он как снег нагло падает? Но я была так рада, что нифига себе, у меня рыба разводится. У моей мамы, кстати, был аквариум. И, видимо, любовь к рыбам, она вот как-то вот от родителей передалась мне, скорее всего. И мама тоже мне рассказывала, что у нее разводилась рыба, но она ничего не могла с ней делать, потому что она не успевала пересаживать, и родители съедали, короче, их. Даже икрой съедали. Ну, это частое явление, кто разводит рыб, они знают, чем я говорю. Что было потом, это сложно вам описать, потому что я начала метаться, и я начала пересаживать больших рыб, чтобы они не съели. Потому что, как вы помните, я постоянно докупала их, потому что я считала, что у меня их мало. Я знала, что петухов у меня пара, но они, знаете, они и не враждуют, но они и не, как-то сказать, ну, и не любят друг друга. Вот, я просто не знаю, как по-другому сказать. А гурами у меня образовалась целая пара, то есть там самка-самец, все как серьезно, как подобает, прям по-взрослому. И они все время вдвоем плавали, плавали, плавали. Они до сих пор у меня плавают вдвоем, несмотря на то, что сейчас декабрь. Вот, ну вот реально тут образовалась реальная пара, которая прям, ну, хорошо размножается, так скажем, да. И они, короче, привели мне потомство в огромных количествах. Это был их первый нерест. Для этого и нереста. Вы знаете, есть люди, которые реально профессионально разводят. Они что делают? Поднимают температуру в аквариуме. Специально отсаживают там. Еще что-то. Я вообще ничего не делала. Вот они как у меня поселились там. И когда я этот весь кошмар увидела, как бы, что есть так много, их реально очень много, пришлось покупать отдельный отсадник, отдельный аквариум, потому что они все не помещались. Я боялась, что рыба их съест старшая. Пришлось... У какого-то мужика там я купила маленький такой на 10 литров отсадничек такой стеклянный. Как я ловила мальков, это было непередаваемо. Просто вот так никто не делает. Никто из серьезных аквариумистов, кто занимается профессиональной рыбой, никто так не пересаживает. Потому что у меня вот такой стаканчик маленький. И я так вот черпала вместе с мальками, потому что их не поймать. Потому что если будешь ловить с очком, они будут, соответственно, проскальзывать мимо этой сетки, потому что они очень маленькие. Реально, я никогда такого в жизни не видела. Я снимала вам специально на протяжении всего момента роста рыбы, чтобы вы могли посмотреть, как она растет. Мне было интересно. Из-за того, что у меня дома рыба размножалась, как бы я даже не выходила работать там еще, потому что у меня был постоянный тотальный контроль над ними. Я не могу как Артем покормить, этой Артемии засыпать, чтобы они кушали, кушали на сутки, чтобы им хватало. У меня так не получалось, потому что мне пришлось, к сожалению, брать другой корм совершенно. Потому что, чтобы хоть как-то поднять малька, чтобы он не умер там. Но мне в первый раз, если честно, далось очень тяжело все это, потому что, ну, сами понимаете, у меня никогда такого опыта не было. Никогда. И я целенаправленно, ну, как бы не старалась разводить, тем более в общем аквариуме, где плавает вся рыба вообще. Первый выводок у меня был тяжелым, потому что были сложности с фильтрацией водой у мальков, потому что у меня всего этого не было. На тот момент у меня не было денег, чтобы купить, то есть это их лишние накладки, вот это вот все. Дальше. Август. У меня получается второй выводок. Второй нерест. И они в таком же количестве у меня вылупляются. Так как пересаживать было уже некуда, это я сложила мальков в один аквариум, всех и первый, и второй выводок. От первого выводка осталось очень мало, ну, это вот, да, так, ну, есть, к сожалению, ну, потому что хорошо, что вообще хоть что-то осталось, потому что я думала, что у меня что-то получится. И весь месяц с начала августа я вот это вот занимаюсь переливанием водой, там, опять корм, опять тесто, чтобы поднять уже еще одного малька. Если такое же будет следующим летом, мне кажется, я черкнусь, потому что у них столько много появляется этих детей, это просто жесть какая-то, они так размножаются. Я до последнего момента никому не рассказывала, чтобы не сгладить, потому что я в шутку только говорила, что буду, как бы, размножать. В шутку я не думала, что будет вот такой вот все. Но как опыт это очень интересно, серьезно, когда у вас дома что-то вот так вот растет, это очень прикольно. И, ну, мне кажется, это тоже опыт, это тоже хорошо. Вот, поэтому это видео, в принципе, оно все именно посвящено рыбам, все, что о рыбах, как вы сами уже поняли. Я решила оставить их, потому что осталось, ну, выжило, так скажем. Не так уж много, к сожалению, но она, все уже эти рыбки, которые выросли, со мной. Мне, честно говоря, их было жалко продавать, потому что это мой первый опыт. Я хотела их продать, но так как это мой первый опыт, так как я с ними носилась, просто вот, вот, это жесть была. Мне стало жалко. То есть мне никакие деньги не нужны, потому что мне кажется, что моих усилий по поднятию малька было гораздо больше, чем я получу за эту рыбу. Я оставила их дома, и мне теперь нужно менять снова аквариум на больший размер, потому что рыба растет, и им нужно пространство как можно больше. Вот. Так что, я надеюсь, это видео вам понравилось. Я хотела об этом рассказать раньше, но мне не доходили руки, потому что я их параллельно снимала, так они растут. Но посмотрим, что будет дальше, и если я вдруг куплю аквариум больше, я, конечно, об этом вам расскажу, потому что, ну, мне это нравится. Я прям рыбами занимаюсь, прям, ну, не по кайфу, серьезно. Я вас всех очень люблю. Подписывайтесь на канал, дальше будет больше, дальше будет интереснее. Всех вас обнимаю, целую. Всегда ваша Грома Наташа. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok